Давайте с вами сегодня приготовим очень нежную, вкусную, сочную и необычную маринованную скумбрию. Всем привет! Сегодня у меня очень интересный рецепт для тех, кто любит рыбу, а особенно скумбрию. Сегодня я буду мариновать скумбрию. Мариноваться она будет буквально 2-3 часа и получается просто волшебная. Все ингредиенты и количество пропишу под видео. Заходите, смотрите и конечно же готовьте. А кому интересный рецепт, оставайтесь вместе со мной. Для начала нам необходимо подготовить скумбрию. Скумбрию я хорошо мыла, дальше удалила все внутренности и удалила жабры. Если вы будете также мариновать голову, то жабры убирайте. Если вы голову не любите, то жабры не убирайте, а просто ее отрезайте и не используйте в блюдах. Итак, что необходимо сделать? Необходимо небольшими кусочками нам... Рыбу я разрезала на кусочки шириной примерно полтора сантиметра один кусочек. И сейчас нам рыбу необходимо будет поместить в контейнер. Я буду использовать стеклянную форму и готовить будем маринад. Рыбу я помещаю в стеклянную форму. В принципе, не обязательно брать стеклянную форму, можно взять любую другую. Выкладываю рыбу в один слой и отставляю. Берем салатник и большую луковицу. Вообще, когда я готовлю маринад, я всегда использую очень много лука. Лук необходимо нам нарезать тонкими полукольцами. Чем тоньше, тем лучше. Высыпаем лук в салатник. Сюда же через пресс выдавим один зубчик чеснока. Мелко нарезаем зелень укропа. Укроп добавляем в салатник. Берем помидоры. У меня помидоры крупные, можно взять сливки, либо черри. Разрезаем пополам. Удаляем плодоножку. Она нам не нужна. И нарезаем в произвольной форме небольшими кусочками. Помидоры отправляем в салатник. Из специй я добавлю приправу к рыбе, любую. Соевый соус. Немного растительного масла. И 6% уксус. Можно использовать яблочный. Одеваем перчатку. И все тщательно перемешиваем руками. Перемешивайте так, чтобы у вас лук слегка стал мягким и пустил побольше сока. Вот так тщательно перемешиваем. Сейчас я перемешаю. Попробую, если мне будет недостаточно соли, я слегка подсолю. Теперь мы овощи вместе с маринадом распределяем по всей поверхности рыбы. Я для приготовления, так как у меня форма большая, я использовала 2 скумбрии. Хорошо распределяем. И при помощи ложки будем вот так слегка перемешивать. Сразу хочу сказать, что рыба маринуется минимум 2 часа. Я вообще мариную ее часа 3. И еще хочу сказать вам, что мешать ее нужно каждые 20-25 минут. Прям берите ложкой и хорошо перемешивайте. Если вам будет не хватать соли или уксуса, добавляйте по своему вкусу. Сейчас рыбу я накрою крышкой и отправлю в холодильник. В итоге скумбрия у меня мариновалась около 4 часов. Как видите, что готовится она очень просто. А результат превосходит все ожидания. Скумбрия получается сочная, нежная и очень вкусная. И если вы ее приготовите, то она обязательно понравится всем вашим домочадцам и вашим гостям. Готовую скумбрию выкладываем на тарелку. И сверху можно ее посыпать мелкорезанным укропом или зеленым луком. А подавать скумбрию можно с любым овощным салатом или с картофелем. Если вам понравился рецепт приготовления, ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропустить новые интересные видео. А также смотрите мои другие видео, оставляйте свои рекомендации, пожелания и, конечно же, пишите комментарии. Зайдите в мою группу ВКонтакте в Одноклассниках, поделитесь своим рецептом. А я для вас его приготовлю. А вам всем скажу, готовьте, экспериментируйте и все у вас получится. Ведь экспериментировать это классно. Всем пока-пока, готовьте с любовью и все у вас получится. Всем хорошего настроения и теплых дней. Всем пока-пока.